Оригинальные сырные шарики Здравствуйте, дорогие мои, сегодня предлагаю приготовить оригинальные сырные шарики и также хочу сказать большое спасибо одной из наших подписчиц, которая предоставила мне такие интересные идеи. Для приготовления первого варианта мне понадобится сливочный сыр и козий сыр, соотношение произвольное я беру один к одному. Соленые фисташки и виноград без косточек, немного, количество виноградин соответствует количеству сырных шариков. Измельчите фисташки любым удобным для вас способом, это будет панировка, можете ее сделать совсем мелкой, можете оставить, чтобы попадались кусочки орехов. Козий сыр замните или натрите на терке и добавьте к нему сливочный. Соедините все в однородную массу. Теперь я формирую шарики и складываю их в панировку. Беру немного сырной массы, укладываю виноград, придаю круглую форму и укладываю на панировку. И так же дальше. Когда все или часть шариков сформированы, можно панировать их уже чистыми руками. В итоге у меня получилось 24 сырных шарика. Если вы делаете шарики с мягким козьим сыром, как у меня, то перед подачей их нужно подержать пару часов в холодильнике. Шарики с твердым сыром довольно хорошо держат форму сами по себе. Для второго варианта мне необходимо 100 г сливочного сыра, 100 г твердого сыра, можно брать острые сорта типа чеддер. Для панировки я буду использовать грецкие орехи, здесь примерно 40 г. Я их немного подсушил на сковороде и зажаренный до хрустящего состояния бекон. Я положила его на разогретую смазанную сковородку. Сделала минимальный нагрев и просто ждала пока жир вытопится и он станет хрустящим. Сделаю панировку. Перемешку сложить в блендер орехи и хрустящий бекон. Все измельчить в режиме пульс. Натрить сыр и смешать его со сливочным. Точно так же формируйте шарики и складывайте их на панировку. С беконом у меня получилось 17 шариков. Если первый вариант был более женский, а второй более мужской, то этот я назвала бы универсальным. Для приготовления мне необходимо 100 г тертого сыра, любого, какой вам нравится. Одно-два отварных яйца, на ваш вкус, ложка майонеза, ломтики малосольного лососа или семги и нарезанный кубиком свежий огурец для начинки. В качестве панировки я буду использовать белые семена кунжута. К сыру добавляю яйцо, ложку майонеза и все перемешиваю до однородной массы. Она должна быть густая и по той же схеме беру сырную массу, добавляю огурец и формирую шарик. Выкладываю на панировку и так всю сырную массу. Когда сформировала, панирую. Беру тонкий ломтик лососа. Зубочистку или шпажку и ленточкой его насаживаю. Вставляю в шарик. Старайтесь попасть в огурец, тогда конструкция будет более устойчивой. Осталось только красиво оформить. Мужские шарики можно вставить в соленую соломку. Для того, чтобы было удобнее их брать. Если хотите, чтобы было совсем нарядно, можете добавить веточки свежей зелени. Вот такая интересная, необычная и очень вкусная закуска у меня получилась. Я желаю вам приятного аппетита! Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ КУХОННЫЕ ПИШКИ